всем здорова в этом видеоролике я покажу как я создал свою крутую превьюшку по игре atomic heart с вас лайк и подписочка на мой канал а с меня приятный бонус очень крутой материал вы сможете скачать по ссылочке в описании с яндекс или google диска но мы переходим к самому видеоролику итак первое что я делаю это создаю композицию композиция это расположение объектов на рабочем холсте то есть то как вы все запланировали у себя в голове заранее вот это мне сейчас и нужно вывалить на рабочий холст как минимум я планирую такие сложноватые работы у каждого дизайнера свой стиль так что не знаю если у вас стиль попроще чем мой то обязательно его усложняете когда вы его усложняете соответственно будет повышаться ваш уровень и ваши работы ваша цена на них будет соответственно расти так что рекомендую все это как бы делать бы теперь ближе к делу я первым делом построил композицию во вторых я стал обрабатывать всех персонажей поочередно перекидываю их в смарт-объект и обрабатываю фильтры камеры raw а также использую сторонний плагин color fix pro 4 если у вас нет этого плагина вы без проблем сможете скачать его в интернете он абсолютно бесплатный вот дальше как мы обработаем всех персонажей зависит только от нас дам пару таких советов лайфхаков которые вам помогут в обработке первое учитывайте обязательно цвета пересвет и затенения все это вы должны обязательно учитывать это позволит вам сделать а максимальный результат добиться наилучшего нейтрального уровня который таки вам и нужен вот я всегда так делаю и вам тоже рекомендую анализировать все на глаз со временем может не получаться но как бы после там 10 20 раз у вас точно получится учитывайте все эти моменты не все приходит сразу же вот я решил расставить такие молнии как второстепенные объекты не сказать что это прям так круто получилось но пойдет вот еще что могу вам добавить к самой работе сама работа она выполнялась без контурного света кстати я это делаю крайне редко не ввожу добавление контурника но многие дизайнеры в последнее время как ни странно используют всегда во всех своих ста процентах работах контурный свет не знаю почему все уже так конкретно на него перешли ведь это такая часть которая как бы ну в меру должна идти опять же ладно не буду долго над этим как бы заморачиваться тексте обработал за счет текстур и теней вот под конец я также добавлю туда внешнее свечение не знаю вы можете добавлять какие-то свои дети опять же у вас будут свои превьюшки соответственно и свои кита манипуляции с текстом то есть вот так же видите я использую обычную кисть разный режим наложения и пытаюсь добиться наилучшего результата также я добавляю в почти во всех своих работах дым это очень крутая штука которая детализирует всю работу и вообще помогает выделиться вот так что еще в принципе весь процесс работы у вас на глазах как вписывать объекты и все прочее я думаю об этом говорить как бы смысла нет ведь я уже многократно заявлял об этом в каждом своем видеоролике если вам интересно у меня больше от 100 сотки больше 200 соток даже видеороликов больше двух соток видеороликов которые вы сможете посмотреть изъять максимальный опыт с каждой из них вот что могу вообще сказать вам такие вот какие-то мудрые советы по дизайну это опять же надо пополнять свой пак первое что вообще хочу вам сказать это пак это очень важная штука также нужно пополнять свой опыт дизайна смотрите больше видеороликов на ютубе больше тренироваться по типу моих то есть смотрите тренируйтесь как то что делать и постепенно осваиваете другие навыки навыки рисования то есть вы соответственно должны рисовать уметь фотошопе на самой работе то есть это вам очень сильно пригодится также кроме навыков я вам рекомендую конечно же изучение сторонних плагинов они тоже очень сильно влияют на вашу работу так что изучайте и опять же спасибо отдельное спасибо каждому человеку которые вы прямо сейчас вообще молодцы досмотрели мой видеоролик до самого конца отдельно вам уважуха серьезно вы меня поддерживаете а также ну не забудьте протыкать лайк и конечно же подписочку мне реально будет очень приятно вот такие как вы именно и меня и поддерживаете мой видеоролик должен быть в топе согласитесь и укажите в комментариях насколько вам вообще от 1 до 10 понравился он если он вам понравился на десяточку мне будет вообще надо максимально приятно и я запилю еще пару таких вот ну а на этом все с вами был про геймер увидимся в следующих видеороликах всем пока спасибо